всем привет я начала немного раньше на 5 минут раньше для того чтобы ответить на некоторые вопросы которые чаще всего поступают мастерам которые уже работают продукции или также девчонкам кто работает в имя потому что многие слышат название каких-либо продуктов но не знаю что это и как с ними работать поэтому вот эти пять минут мы сейчас посвятим как раз к разбору того что такое паста какие декорации и так далее и потом дальше будем работать как раз я думаю такая информация вам очень сильно понадобится в будущем вдруг если вы где-то что-то забыли заглянули в этот эфир посмотрели и я думаю у вас будет прям еще больше наполнены наполнена голова зданиями вот я сегодня не одна сегодня опять со спанчболом мне приносит удачу вот и поехали я пока буду разговаривать с вами там в лицо так мне кажется очень комфортно и удобно и и первое о чем я хочу с вами поговорить о том что такое м-паста м-паста это гелевые краски без остаточной липкости что это значит это значит что этой этим материалом мы можем работать поверх топа здравствуйте какая тема тема м-паста и новые декорации как раз про это я сейчас и рассказываю елена и так что такое м-паста м-паста это гель-краска не гей-лак тоже гель-краска без остаточной липкости чем отличается гель-краска от гель-лака гель-краски они более пигментированы они более они лучше наносятся они хорошо выравниваются также как и гель-лаки но у них больше плотность за счет этого есть такой нюанс что с ними нужно работать на хорошо укрепленной ногтевой пластине чтобы не было амортизации тогда за счет того что очень много пигмента они могут лопнуть вот но это очень классный продукт который не затекает под кутикулу если мы работаем покрываем полностью ногти то что касаемо гель-красок а м-паста это та же самая гель-краска просто немного с другой формулы которая позволяет работать этим материалом поверх топа поверх какого топа мы работаем вельвет слайдер топ если мы убираем поверх остаточную липкость мы также можем им работать как с обычным топом да и топом так вас на ультра шай не всегда хорошо носится поэтому будьте осторожны вы должны знать что лучше работать все таки на т-классе в чем самые большие преимущества то что это очень пигментирован они еще более пигментированы вот марина написал вам диму они еще более пигментированные чем гель-краски и за счет этого получается хорошо делать стемпинг с этим материалом хорошо получается делать обрисовывать делать тонкие линии рисовать даже сверху наносить топом да то есть мы очень много можем 10 производить именно с проводить короче много чего можем делать с этим материалом все мысли в кучу поэтому импаста это тот материал который должен быть у каждого в столе желательно чтобы это было классическая коллекция я всегда покупаю когда мне заканчивается сразу упаковка такой потому что очень удобно и естественно то что выходит уже в паре с гель-лаком потому что сейчас мы как раз будем работать поймете как это круто выглядит и как это классно и можно просто у вас фантазия нескончаемая такая с этим материалом и просто делайте 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 и это очень-очень классно это все что касаемо пасты если есть вопросы вы сейчас пишите я быстренько на них отвечаю пока рассказываю дальше что у нас еще мы сегодня еще будем работать новыми декорациями это шармиконы 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 что-то шармиконы это наклейки на клеевой основе маска такая красиво слетает с моего лица вот это наклейки на клеевой основе то есть мы не замачиваем мы их клеим на топ без остаточной липкости на какой на текласс желательно текласс просушить минуту тогда шармикон клеится намертво его просто потом даже отодрать если вы что-то сделали не так невозможно очень классные декорации то есть с ними можно очень быстро работать надписи не надписи цветочки женщины все что угодно можете клеить и очень удобно с ними работать это шармиконы то есть это наклейки на клеевой основе также у нас сегодня будут нейл дрессы тоже несколько вариантов будет дресса что успеем сегодня делом поэтому сейчас вам рассказываю что это да чтобы на это не терять время и как раз 3 до 4 мы будем делать дизайн нейл дрессы это декорации слайдеры то есть обычный слайдер просто с очень красивым названием нейл дресс и вот эти слайдеры мы замачиваем водой то есть мы кладем на мокрую салфетку потом уже пользуемся этим материалом и лучше всего его клеить на слайдер топ то есть вы должны понимать что если бы любите все-таки работы с дизайнами и вы мастер кто-то в принципе любит делать дизайна неважно вручная роспись или вы пользуетесь наклейками слайдерами у вас должен быть обязательно должен тип то п.к.ласс и слайдер топ то есть это две незаменимые два незаменимых кто по которыми обязательно должны быть у вас на столе вот и сегодня мы со всем этим будем работать сейчас я переворачиваю камеру и показываю подробнее материалы которые будем работать и и, в принципе, сами декорации, названия, номера и так далее, чтобы вы могли потом найти все это в магазине. Переворачиваем и поехали. Если какие-то пожелания, вы пишите, и мы уже... Бако работаем, да, то есть какие-то, возможно, дизайны, которые у вас не получаются, вы хотели посмотреть, что с этим делать. Начнем мы опять-таки с Эмпастер. Это коллекция Клоза Цюнатур. Он из коллекции гей-лаков с таким же названием. И в чем самый большой кайф, то, что вы можете легко найти цвет, потому что он попадает с названием на гей-лаке. Вот я сейчас пытаюсь найти, да? Эмпастер хорошо подходит под этот гей-лак, то есть они, в принципе, практически идентичны. Что нравится мне, что немного есть отличие оттенков, и это очень круто смотрится, когда вы делаете поверхность на дизайн. То есть у нас здесь 6 оттенков. Тут у меня опять, сейчас я 6-й тоже оттеночек достану. У нас 6 оттенков Эмпасты, и сегодня мы с ней будем работать. Также мы сегодня будем работать с декорациями. Они такие летние, классные декорации. Очень мне они нравятся. Во-первых, вот эта небольшая текстура, объем мне привлекает. Оно, конечно, на ногтях не видно, но очень ярко смотрится. И нравится мне так очень. Я, кстати, делала уже себе, делала клиентам. Вот огонечки. Спасибо, я буду видеть. Ставьте сердечки, огонечки, что-то пишите, чтобы я понимала, что вы живы. Потому что вообще... Видишь прямой эфир, такой... Долго я, кстати, от этого избавлялась. Ощущение, как будто ты сам с собой разговариваешь. Поэтому, когда хоть какая-то реакция есть, легче вести прямые эфиры. Это вам так, знаете, вдруг там... Иногда... Ну все, ну все, красиво, синенькие сердечки полетели. Спасибо огромное. Итак, еще раз. Это у нас нейлдресс 89 фруктовый принт. Фруктовый принт. Здесь у нас то же самое. Здесь у нас также написано все это. В принципе, можно найти очень классные нейлдрессы. Работала ими. Как раз купила эту коллекцию. Пасты ждала вариантов дизайна с ней. Вот сейчас будем как раз все это делать. У кого подвисает, тоже пишите, чтобы я понимала. У меня подвисает или у вас. Фрукты. Очень такие экзотические, классные, яркие фрукты. На самом деле, камера не передает до конца глубину арбузиков, до того же инжира. То есть, это все на самом деле очень ярко, очень красиво. И не настолько не неон, конечно. Но, опять-таки, тут может разыграться ваша фантазия. И как раз можно сюда же еще использовать неоновую эмпасту. Если у вас она есть. Если нет, обязательно приобретите. Это что-то типа вот такого. Потому что сейчас неон опять в моде. И он, блин, никогда не покинет, мне кажется, моду эту. Сейчас я вам покажу чуть попозже. Ромиконы тоже классные неоновые. И поймете почему. Вот. Далее у нас экзотика. В принципе, тут практически экзотика. Вот такая российская экзотика. То есть, попугаи, арбузы, это все как бы наше. Но тоже экзотика, да? Номер 88. Там скриншот делайте. Или потом как-то для себя прописывайте. Сайд, да? Блин, ну я не знаю. У меня интернет хороший. У кого еще подвисает, напишите. Тогда посмотрю, что у меня с интернетом. VPN у меня выключен. Поэтому, в принципе, не должно быть проблем. Вот. Nail Dress 88. Экзотика. В принципе, очень похожа тематика. Но тут более такие экзотические. На пару секунд подвисает, потом норм. Отлично. Тут более экзотические птицы, которые живут не у нас, да? А живут не с нами. Тут у нас более наши. Тоже зависает, блин. Так, сейчас, подождите. Попробуем так. Будет зависать, пишите, хорошо? Листья разные. Кай и птицы, в принципе, разные, да? Тут у нас не... Если висит, пожалуйста, еще раз пропишите, чтобы я знала. Тогда попробую еще что-нибудь сделать. Блин, не люблю, когда так. Получается. Тут более... Закони, фрукт, манго и так далее. У меня все так, понятно. И у нас апельсины. Номер 87 Nail Dress. Ну, тут, естественно, не только апельсины. Лимоны, гранаты и так далее тоже очень. И знаете, мне нравится в этих декорациях очень. Вот пользуйтесь этим. Это фрукты. Это фрукты. Вот эти звездочки. Я просто не знаю, как они называются. Это ужасно, конечно. Но... Это уже потрясает. Так, сейчас посмотрим, что можно будет сделать. Попробуем решить эту проблему. И вот этими мелкими цветочками тоже пользуйтесь. Когда вы делаете целостный дизайн, вот прям вы их используете. Очень красиво смотрятся на ноготочках. И давайте перейдем к шармиконам. Пока напишите, пожалуйста, насколько сильно зависает и у всех ли зависает. Я уже перешла на сотовые данные. Сейчас попробую просто переключиться на Wi-Fi. Ну, пока. Так. Сердечки. Может, не сильно тогда подвисает. Виснет. Так. Так, лучше? Ребята, напишите, сейчас лучше или нет. Попробуем перезайти, если не получится. Ой, как я не люблю, когда обрывается вот так. Итак, шармикон номер 205. Яркий лунул. Это как раз-таки про то, что у нас идут вот эти неоновые цвета. Очень сейчас яркие, классные. И они очень хорошо подходят под любой дизайн. То есть, их можно использовать на любой дизайн. И будет очень красиво смотреться. Это у нас неоновые лунулые. 213. Я прям обожаю вот эти шармиконы. Они очень классные. Смотрите, они голографические. И в чем кайф? В том, что можно сделать матовый, нежный дизайн, но выделить топом, например, какую-то часть из-за вот этих дизайнов. То есть, эту же стрелку, черепаху, неважно. И получится очень красивый, интересный дизайн. Сейчас я вам покажу. Я делаю пауку. Вот. Все отлично. Вот такая черепаха. Видите? Вроде бы все у нас матовое, но черепашка у нас такая переливается. И как раз-таки голографический эффект сохраняется. Я надеюсь, сейчас уже виснуть ничего не будет. И будем спокойно проводить эфир. И сегодня мы поработаем с шармиконом 208. Тетеньки. Красивые. Тоже голографические местами. Где-то они просто в купальнике, а где-то они в голографическом таком купальнике. Тоже очень круто смотрится. Мне еще очень нравится, что здесь есть слова, крестики и другие, кроме женщин красивых, другие декорации, которые мы тоже сегодня используем. Так. Может, кто знает, на Озоне оригинал Эми или нет? Да, ребят. И на Озоне, и на Вайлдберрис, естественно, оригинальный товар. Поэтому заказывайте. Не переживайте. Не переживайте. Это очень оригинально. Давайте делать дизайн. Все, сердечки вижу. Когда такая ситуация прям выводит немного из равновесия. Меня и вас. Я знаю, что это прям неприятно смотреть эфир, который постоянно зависает. Я подготовила несколько типс. Дизайн заранее я никогда не готовлю. Потому что лучше все, когда оно идет изнутри, да, какой-то поток. Поэтому будем сейчас работать и будем делать красивые вещи. Я хочу достать еще неоновое что-нибудь, добавить немножечко. Потому что у седаль, вот летом не хватает. Неоновое, кстати, тоже я Эмпасту люблю очень сильно использовать. Сейчас я вам быстро покажу то, что у меня есть. А вот там посмотрите в магазине, что есть в магазине. Так, это у нас не Эмпаста. Вот, вот, вот. Так, Эмпаста вот такая у нас красивая. Еще мы ее сегодня тоже используем. Это такая фуксия, цвет фуксия. Когда-нибудь сделаю такие камеры, которые просто один в один передают оттенок. Понятно. Цвет бикини. Он такой, как Барби. Цвет. Ага, я его не открою, да? Прекрасно. Ладно. Так. Когда возьмем вот эту и вот эту еще Эмпасту. Тоже начинается Эмпаста. Она не такая яркая, но она очень хорошо подойдет под наши вот эти... Все, работаем. Итак. Берем любую... 362-й. И нанесем полностью на всю ногтевую пластину. Сейчас я немного настрою, чтобы вам хорошо было видно. Если не видно, не слышно, сразу бы написали. Это такой красивый серо-серенький оттенок. Но только не мышиный такой, а такой благородный серый. Смотрите. Наносится в один слой. Обратите внимание, просто в один слой идеально. И берем нелл-дресс номер 91 джунгри. Можем что-то подобрать по оттенку. Но так как мы взяли серый цвет, серый оттенок, в принципе, сюда любой абсолютно дизайн подойдет под этот серый. Если мы его сочетать будем еще с другими ноготочками. То есть вы должны уже в голове выстраивать план того, как у вас ногти будут идти. То есть где-то у нас серый оттенок, что там дальше, что-то яркое, может быть что-то оранжевое, что-то может быть зеленое, синее. То есть не важно. То есть там вы уже ориентируетесь и делайте так, как вы видите, как вы чувствуете. Немного сейчас вот так поправим. И давайте возьмем... Давайте возьмем... Оно не сольется, в принципе, будет красиво. Вот этот дизайн. Так, квадратиком сейчас отрежем, а потом уже будем издеваться. Это будет такой нежный у нас, нежный дизайн будет, так как практически цвет в цвет. Замачиваем это все в водичку. Можно смоченное... Так, сейчас... У меня кресло пружинит так, чтобы мама не горит просто. Умиться можно. Сейчас я замочу. У меня угресс. Нож. Так, давайте сразу лайфхак. Если у вас есть штамп, а он должен быть у вас, я уже думаю, да, давно. Пока сейчас у меня замачивается слайдер, я вам сейчас кое-что покажу. Так, не планировала сегодня работать со штампом, но хочу показать, как работать быстро со штампом. У вас всегда на столе должна лежать такая штучка. Сейчас покажу. Вот такой ролик для одежды. И я вот делала дизайн со штампом. Таким образом мы убираем излишки. Так как это пигмент, это как бы сложно, но возможно. Все, все лишнее убрали. Если вы все равно боитесь на штампе, ой, на ролике не отпечатывается, значит, на точках должен отпечататься. Вы можете еще взять, только смотрите, антисепп. Я вот так прям рукой не жду, пока высохнет. Все. Не обезжиривателем. Обезжириватель он более агрессивный и может повредить липкость, вот эту убрать, которая есть на штампе, а нам эта липкость очень-очень нужна. Вот. Еще раз сейчас пройдусь по валику. На цвет слайдер-топ. Увеличу, чтобы видно было. Очень тонко, максимально. Насколько вы сможете тонко нанести, наносить вот так вот тоненько-тоненько, потому что вот это наслаивание дает высоту слишком большого материала. Клиент с анихо-грифозом, с грифозом, то есть еще или с высокой аркой, да, у которой прям хорошая такая арочка, высокий апекс своего натурального ногтя. Естественно, там ногти кажутся толще, как бы мы их тонко не делали, но они все равно кажутся толще, чем у людей, например, у которых обучится ногтевая пластина, у которых нет такой высоты. Будут ногти смотреться изяльно. Материалы, приятели поменьше, то есть, ну, меньше выкладывайте материал, тогда у вас все будет очень-очень красиво смотреться. Итак, вот наш слайдер красиво. Остается на штампе. Аккуратно пальчиком и уже понимаю, что мне как бы такой вариант не нравится, да. Мне бы хотелось чего-то беленького добавить. Я возьму сейчас белый гель-лак 364-й. Можно им поработать. Можно белым. Сейчас я возьму, наверное, гель-краску белую. И провести мазками просто немного белого цвета. Очень хочется белый добавить. Вы всегда ориентируйтесь по своему ощущению. Вы чувствуете, что белого не хватает? Вот, добавьте его. Будет красивее смотреться дизайн. Так, белый. Белый, 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 да, возьмем? Сейчас, три секунды. Куда-то я сейчас его убирала. Так. Как по качеству. Не сильно зависал. Белая гель-краска. Смотрите, она у нас идет и в таком формате, и еще есть, чтобы переливать. Из чубика у вас всегда есть эта штука. Так. Давайте немного возьмем сейчас. Сюда я собиралась так лить. Смотрим, куда мы собирались так лить. И в том месте немного добавляем белого. Не надо делать прям плотно. То есть, это должно быть вот. Тем более, там у нас сейчас слайдер топ. Да, 30 секунд просушен. И как раз появятся вот эти вот прожилочки. Побольше. Сушим. И третий секунд. В принципе, можно на остаточную липкость гель-краски нанести уже. Еще что? Надписи. Паутинку. И так далее. Сейчас я посмотрю, что у нас есть. Вот такой еще мне шармикон очень-очень нравится. Это на зон. И подойти. Ну, будем смотреть сейчас. Да, тут есть у нас надписи. И все. И отпечатываем уже декорацию. Что через штамп вы видите, куда отпечатываете. И получается вот так вот красиво. Когда вы штамп отпечатываете, у нас практически нет заломов слайдера. Практически нет. Но, естественно, немного остаются заломы. Поэтому можно взять это все или ультрабоном, или наилпрепом и разгладить. То есть, смотря, что... Чем удобнее работать вам. Я сейчас сделаю наилпреп. Если у вас, смотрите, дизайн идет полностью на весь ноготочек, лучше взять ультработ. Потому что он создает вот эту липкость как раз. И следующий материал, который у нас идет топ, да, он очень хорошо склеивается. И дает очень хороший результат. Вот эту часть мы можем проработать паутинкой. Что нам для этого нужно? Черную паутинку, апельсиновую палочку. И будем работать, наверное, сверху топом. Сейчас нанесем топ. Смотрите, мы будем работать и импастой, и декорациями. Поэтому у нас несколько вариантов будет дизайна. Если декорация идет не на весь ноготь, не на всю ногтевую пластину, вы можете сразу нанести вельвет топ. На весь топ обязательно нанести слайдер топ. Ну, давайте сначала со слайдером это все сделаем. И матовый топ сложится просто идеально. Ничего там не видно. Давайте втираем вот так. Просушим. И я пока найду надписи какие-то интересные. Кстати, можно использовать... И вот тут. Сейчас я сниму липкость и приклею декорацию. К сожалению, паутинка такая штучка, что у нас есть очень аккуратная. Здесь. Пусть не купила. Комментируйтесь так, чтобы паутина не залезла. Ну, получается, мы оставляем место для паутины и для надписи. Что-то можно нежное, да? То есть, можно без подложки взять вот это вот это вот место. Я люблю это делать апельсиновой палочкой. Не знаю, почему. Я пинцетом так неудобно, как апельсиновая палочка. Так, это у нас еще раз декорация. Шармикон 213. Прикладили хорошенечко. Фарматовым вельвель. Смотрите, вот я вот смотрю на этот дизайн и вот думаю, а может не паутинку, а может лучше взять, сделать вот такой пастой. Сейчас надо подумать, как это будет, красиво или некрасиво. И пройдем. Так. И хочу лимон. Я долго сушить не буду, так как это вариант для показа, да? В принципе, ну, не обязательно долго сушить. Вот у нас матовый получается ноготочек. Уже красиво. Можно сделать что? Можно провести полосочки вот таким ярким, с желто-зеленым оттенком, да, неоном. С желтым даже больше. Или все-таки сделать паутинку. Давайте, как думали, в принципе, паутинку, чтобы... Можно? Синовой палочкой, если вы хотите, чтобы у вас более тонкие получались линии, хорошую, линеарную кисть, вот, которую у вас есть. Не мягкую, а жесткую. У меня вот какая-то рабочая есть, вот такая кисть. Ее подхватывайте, и с ней получаются более тонкие линии. Чтобы всегда не было толсто в одном месте, в разные стороны. Вот сначала снизу вверх проводите паутинкой. Если получается обратно пройти, проходите обратно, в обратно. То есть, чтобы у вас линии были более-менее красивые. Если хорошо просушить паутину, она очень хорошо носится на поверхности топа. То есть, поверх топа. Как и, в принципе, эмпаста. Итак, давайте поехали дальше. Поехали дальше. Будем работать с эмпастой, да? Сейчас у нас следующий вариант. Это работа с эмпастой. Для этого я возьму, для простоты работы, возьму вот такой нейлкруст. И будем работать с ним. Нейлкруст. Фрукт вот такой экзотический, очень тоже красивый. Это у нас нейлдресс. 80-го экзотика. Которым будем работать. 364. У нас он также есть в эмпасте. Вот этот оттенок. Смотрите, если мы работаем потом еще и эмпастой сверху, да? Цвет в цвет. То не обязательно носить слишком плотно. То есть, в один слой достаточно. Даже на клин. Вот один момент. Положу. Будет, да? Ну, вот такой. Цвет, чтобы сильно видно не было. Хотя и белый был бы красивый. Ну, давайте вот так. Я сейчас уже отрезала. Пока пускаем лежать на мокрой. На ватке на мокрой. Сюда мы наносим топ. Слайдер обязательно. Все вокруг вымазала в паутину. Вот тоже будет из многослойной дизайне. Поэтому аккуратно с толщиной, с высотой. И так далее. Давайте вырежем сразу вот этот фрукт. Будем уже рисовать лимонной. С нейл-крустами нужно немного подождать. Потом их отклеивать. Они вот от этой синенькой подложки тяжелее отклеиваются, чем от белого. Чуть-чуть терпения. Или еще, знаете, возьмите тепленькую водичку. От тепленькой водички вообще хорошо отходит. Там вообще, в принципе, хорошо отходите. Наверное, прямо намочусь с ним. Если вопрос... Это бутылка упала. Пусть чай. Все, процесс пошел. Тоже можно, кстати, и штампом это сделать, а можно и вот так, спокойно руками. Клеим наши венделочки. Красивые. Протягивать, растягивать. Они хорошо растягиваются. Только не переусердствуйте, чтобы не порвать. Вот. Но, в принципе, растягиваются хорошо и ложатся хорошо без пузырей. Смотрите, как только вы приклеили nail crust, обязательно просушите еще 10 секунд в лампе. Потому что у нас еще дисперсия есть, и она еще может просушиться и прям намертво зафиксировать nail crust. Все, сушим 10 секунд. Почему невозможно? Очень много денег сделать. Пока посмотрите на вот этот дизайн. Интересный такой. Он такой, знаете, более, можно сказать, офисный, да, если вдруг хочется чего-то интересного. офисным работникам. То для них это прям хороший вариант. Берем, опять-таки, nail prep или ультрабан. С торцов обязательно убираем пилочкой. Что мы делаем дальше? Дальше наносим еще один слой. Слайдер топа. Можно где-то точечно, где у нас будет дизайн. Почему я наношу на весь ноготочек? Потому что я могу передумать. И катать этот слайдер потом по всей ногтевой пластины. Поэтому, смотрите, если слишком тонко делать, то можно, в принципе, куда угодно. Наносить хоть на всю ногтевую пластину. Также берем штамп и декорацию. И надо сейчас продумать, куда нам ее поставить. Ставим декорацию тоже. И перекрываем все матом топом. Начинаем работать с м-пастой. Поставьте сердечки, если все нормально слышно и видно, пожалуйста. Такие классные завитушки, которые мы бы хотели обвести. Вот такая мысль. Туда мы и поставим. Вот таким образом. Наносим слайдер-топ, потом следом топ-вельвет. Я на это сейчас время терять не буду. Будем сразу работать вот таким образом. Сушим. Напишите, пожалуйста, слышно, видно, нормально. Берем он пасту. Генеарную кисть. Генеарка 5.0 Можно белую синтетику, можно черную. С чем вы привыкли работать? Такую бельку. Что-то вы периодически пропадаете. Обязательно обмакните кисть, чтобы ворс набрал в себя материал. И начинается... С трафаретом легче сцентроваться. Если вы не рисующий мастер, вы точно попадете. Смотрите. Если у вас нет, вы не можете ставить слишком близко мазки друг к другу, то отступайте или делайте... Знаете, как не отступайте, точнее, а работайте в разных частях. Тут прорисовали, там, там. Просушили, еще прорисовали. То есть, хотя бы какая-то небольшая промежуточная сушка должна быть. Здесь мы можем работать вот таким образом. То есть, чистая импаста. Можем добавить жидкие камни и сделать более такую высокую фактурную роспись. Более фактурные такие вензеля. Когда есть хотя бы небольшой промежуток, красивее смотрятся лепестки те же или вензеля, неважно, что вы там рисуете. Выкладывайте, не сильно толстое, чтобы все это хорошо просохло. Можно вытягивать, здесь их нет, но можно вытягивать вот такие вот гусики. И более изящно тогда получается у нас дизайн. Не зацепить руку, как говорится. Я, например, могу залезть вообще без проблем. Смотрите, видите, вот этот второй лепесточек, если я сейчас его проведу, да, он сольется и будет некрасиво. Поэтому мы его оставим и будем работать дальше уже в тех местах, где у нас просохло. Там, где рисунок не видно, рисунка фантазируйте, там сами ставьте мазки, какие вы считаете, что будет красиво, в принципе, здесь смотреться. Давайте посушим еще немного. А! Боже мой! Надо прийти его точно. То есть, видите, небольшая дистанция между пензелечками должна быть. Тогда не смотрится более-благородно. Ну! Не знаю! Не нравится. Я если вам легко. кто-то тоже со мной не дышит смотрите всегда просушивать вот смотрите еще раз показываю момент вот ведь маленькими соединить поэтому просушивайте тогда они не будут сливаться во что-то одно и получается вот этот яркий классно спасибо большое валерия вот такой яркий фрукт он в таких нежных венделях лепестках где что ну венделя давайте назовем это все-таки вентиляем это в таких нежных венделях переворачиваем руку клиента также можно переворачивать и вы часто спрашиваете как же нам переворачивать руку в принципе можно все это переворачивать это все подвижно работает и можно работать спокойно с клиентами есть клиент конечно у которых очень-очень тяжело они вот напрягаются настолько во время процедуры что прям трэш какой-то над их успокаивать надо с ними разговаривать или может заварить им чай с мятой чтоб сидели смирно пипочку для нежности не забываем пипочку добавлять и видите все наступают там где вот я не хочу чтобы слишком соприкосновение было они были и в старом варианте сейчас новые такие декорации вот прям для меня любовь любовь на вообще вот можно сделать это и объемно как-нибудь потом покажу вам и объемный вариант очень красиво с жидкими камнями очень много времени хотелось да вот и еще красиво не то что еще критом другой формат вообще получается дизайна поэтому поднимайте все свои там кстати поднимайте шанель помните у нас вот такие декорации то все стопасты можно все эти будучи нету поднимайте и работайте ими вот запомните нет старых декораций вот я могу я мастер уже работаю 7 лет на материалах имя то есть вообще просто не и на других нет не работает то есть для меня это вот любовь моя навеки да я вам могу сказать что все декорации даже самые старые я могу достать и сделать крутой дизайн и вот что самое уникальное то что такие дизайны никто не предлагает это очень очень редко когда можно найти мастера который может дать вам такое разнообразие дизайнов фактуры и так далее поэтому поднимайте будьте уникальны вот как раз таки в этом будет заключаться ваша уникальность сегодня кстати смотрите сейчас подсушу пока я покажу сегодня просто открыла ящик и вот смотрите что нашла а вот такие декорации вот тоже с импастой можно сделать красивую куколку с той же импастой кстати по цвету очень классно подойдет а если мы говорим про кстати вензеля да и на элкоуст и вот они раньше были в таком формате ами до сих пор есть потому что покупала тоннами потому что ну классный дизайн я обожала и обожаю на элкруст это на самая любимая техника потому что написать как красиво и на самом деле благодаря трафарету даже если вы не рисующий мастер все равно посвоить эту технику а если тяжело тот кстати курс я проходила на элкруст обалденный просто там очень все настолько доходчиво понятно что вы сможете спокойно все это повторить на самом деле трафареты очень сильно облегчает нам жизнь и время естественно если любите рисовать сами вручную рисуйте вручную на самом деле все это возможно и за я и вручную если например времени не хватает я конечно не клею трафареты а рисую все это вручную важно чтобы было импаста под рукой все потому что это такой незаменимый продукт еще что-то добавили бы сюда напишите свое мнение дальше наверно буду делать более легкие дизайны более легкие варианты для того чтобы все таки не отнимать у вас время чтобы у вас все таки идея была потому что правда не хватает часа для того чтобы прям показать вам много дизайнов вот эту сторону закончим и сюда я бы еще хотела добавить много дайте тут уже фантазируйте сами то есть таким образом если рисунок не хорошо читается вот вы его не видите да то можете уже тут включать свою фантазию знания в венделях во лепестках все это соединить два что-то одно можно джемте гель конечно на фрукты но можно уже не извращаться потому что и так объемно то есть можно добавить объем конечно на фрукты но я например на этом уже остановилась на этом объеме что мы еще можем сделать единственное сейчас я добавлю немного точек потому что слишком много пустого пространства и вот она немного отвлекает дат хочется поплотнее там что-то дополнить от себя как вариант или точечки можете расставить просто опять таки разные большие поменьше моя палочка очень жирная поэтому возьмем есть поставим кистью кистью кстати очень очень удобно ставить точечки и контролировать их толщину и получается более наполненный дизайн здесь знаете я бы даже вместо точек сделала вот такую штучку красивее достава сушим и быстро вытираем пальцы берем другой дизайн давайте прям яркий делаем дизайн давайте возьмем и нанесем белый цвет на белый белый гиллак кто делал свой белый гиллак вот только я на него сегодня смотрела черный нашла по белому а вот тут знал да вообще делаю не то что нужно так вот здесь злайн у нас получился так и тут я бы хотела опять мы возьмем он сейчас пригодится наверное и разделим ноготочек так здесь лучше конечно дисперсию убрать поэтому убираем липкий слой и делим ноготочек паутинкой на пополам ну вы регулируйте сами видите как хорошо получается кистью тоненькая и как волосочки очень удобно я не люблю когда слишком толстые линии это грязно выглядит разделили на пополам просушили и кстати сок вот он почище вытираем кисть и смотрим что мы сейчас будем добавлять апельсин давайте возьмем большую апельсинку и дольку именно апельсина где-то я ее видела вот она мелкие может будем использовать может нет сейчас посмотрю потому что время не хочется терять все это у нас пока кладется на водичку и наносим топ слайдер а то есть вот чтобы вот лучше видно да б по по м по И сюда мы клеим апельсин на ветке и прям с захлестом на вот эти линии, а снизу дольку. Перекрываем все томатовым топом, давайте обработаем ультрабонду, слайдер топ и далее топфельвет, наносим топфельвет, хотя я бы здесь, конечно, щуку. Здесь у нас понадобится наша эмпаста, квертая эмпаста и хорошая кисть. Кисть можно взять, но она слишком широкая и будет неудобно ей работать на мелких участках. Поэтому берем КЗЛЕ1, например, если у вас есть или любая такая кисть, прям делаем ее верной такой максимально, насколько это возможно. Берем эмпасту, можно ее вот так размазать где-нибудь, давайте на моей руке еще размазать, чтобы субстанция, которая выделяется, чтобы она нам не мешала в работе. Таким образом делаем. Берем материал, нож, и проводим прям полосы сверху. Все, дизайн готов, нож. Добавляем яркость. Дизайн. Что я еще люблю делать? Берете линеарку, если вы видите, что... Сейчас я немного вот так возьму, где пожестче материал, погуще. Если вам хочется полоски более длинные, тонкие, да, какие-то проводить, то берете просто эмпасту, ой, линеарную кисть и опускайтесь вот так вот вниз. Не переживайте, если вы будете попадать в полуфруктов. То есть это неплохо. И то же самое можем сделать с другой стороны, как бы выходя из-под фруктов. Немного добавляем яркие акценты. Вот. В разные стороны будет более интереснее. Сушим. Сушим. И сейчас мы возьмем... Можно взять джемпти прозрачный, можно взять жидкие камни, что у вас есть под рукой. Это материал. Или можете взять еще топ-текласс, то есть кто чем работает. И немного придать объема или поставить капельки. Смотрите, здесь мы можем просто поставить, например, капельки. Вот так вот. И мы можем просто поставить капельки росы или сока, да, грубо говоря, на наши апельсины. Добавить дольку. Долька. Класс, он жидковат, чтобы он никуда у нас не убежал. Поехали дальше. А здесь вот таким образом мы тоже добавим немного живого эффекта, да. Так, еще один вариант. Так, 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 так. Еще один вариант. Хочется поработать, знаете, вот каким цветом. Сейчас я вам покажу. И с декорацией, с какими. Ну, давайте возьмем вот эти. Сделаем что-нибудь такое интересное. Ой, знаете, что будет интересно сейчас? Вот мысля пришла в голову. Не знаю, будет интересно или нет. Возьму вот этот зеленый. Красивый. Хатик. Это 363 номер. Делаем типсик. И наносим полностью на ноготочек. То есть, это у нас будет полностью покрыт ноготочек. Сушим 30 секунд. Класс. Сушим 30 секунд. Давайте жёлтко сразу приклеить. И так, мы будем работать с шармаком. Значит, мы берем текласс и наносим топ текласс. Текласс, текласс. Сушим 1 минуту. Сушим 1 минуту. Ну, давайте 30 секунд попробуем просушить. Берем декорации. У нас что? Жармикон номер 213. Мысли. И я хочу взять или вот этот. Вот этот вариант, скорее всего. Возможно, он будет не один. Возможно, он ещё наносим станет. И тоже будем немного обходить. Но это вот ручная роспись. Это же... Когда звонит. Почему звонят? На тот момент, когда ты занят. Надо на самолёте включать самолёте. Так, всё, секунд. Всё-таки, да, вот этот вариант попробуем. Вот так даже сделала. И ещё приклеила к надпись, какую-нибудь... И ещё приклеила к надпись. Всё это мы перегреваем матовым топом. Такое будет совмещение современного и не очень современного дизайна. Берём импасту. Перемешиваем её хорошенько. И на руку. Так, линейная кисть. Как всегда. Эфир обязательно сохраним. Обязательно. Так, сушим недолго опять. Блин. Смотрите, когда мы голографический дизайн вот этот перекрываем матовым топом, он останется серебряным. Можно вот так оставить. Но нежелательно. Поэтому мы потом кое-что сделаем. Берём. И я бы хотела, наверное, начать вот с этой стороны. Как бы сделать так, чтобы удобно было. И начинаем рисовать что? Что? И... Давайте вот это вот разверну. Буду стараться быстро это всё делать. Просто... Прям вкус. Это будет сейчас очень красиво. Смотрите, там, где вы накосячили. Смотрите, видите, у меня немного я не попала. Берёте апельсиновую палочку, таким образом разделяйте и быстро сушите. Просто за ответ... Блин, я вот 15 раз показала свои волосатые руки. Это ужас. Вы закройте глаза, когда руки попадут в кадр. У меня просто лампа неудобно стоит. То есть, как бы, руки-то не виноваты. Они на самом деле вживую не настолько волосатые, как кажутся. Просто это зуммирование такое. Преувеличение просто. Я надеюсь, тут эфиры не по часу. Змею все умеют рисовать? Если не умеете, в Эмми есть декорации. Там, кстати, поищите в магазине. То есть, можете взять декорации и сделать, как во втором варианте. Я вам показывала. Главное направление не терять. Идите по одному направлению, чтобы каша не получилась. Ой, комментарии закрыли, да? А то получится красивая-красивая каша. Давайте немного приблизить. Смотрите, как вариант, можно не до конца сделать, а какую-то часть. То есть, не обязательно до конца прям весь ноготочек покрывать вот такой шкурой змеиной. Не обязательно вообще. Дизайн тогда будет очень... Можете промежуточно просушивать. Тогда не страшно, будет накосячить. Тем более, если вы что-то делаете не так, вы сможете это стереть. А если не просушивать, то прям можно попасть хорошо на двойной труд. Окушки, ребятушки. Почти закончили, да? Нет, конечно, еще не закончили. Я хочу не до конца, но... Так. Можно на этом остановиться и попробовать. Пойти вниз. То есть, сделать вот этот дизайн, и вы не устанете. Здесь мы давайте немного добавим мелких. Вот таких деталей, типа мы закончим здесь, да? Типа у нас это все сейчас опустилось вот таким образом вниз. Вот таким образом это все опустилось вниз. И все, закончилось. Сушим. 30 секунд. Может даже не 30, может даже секунд 15 подсушить. И все. Этого достаточно. Можно на этом остановиться, но можно перевернуть ручку. И с другой стороны сделать то же самое, и тоже не до конца. Можно чуть меньше даже сделать спокойно вообще. Чуть-чуть только. Короче, смотрите сами по ощущениям, насколько вот когда вы почувствуете... Ой, все, хватит. Старайтесь не перебарщивать с дизайнами. Знаете, самая наша большая проблема мастеров, когда мы вот в азарт в этот входим, и понеслась уже там все до кучи. И тогда уже получается некрасиво. Главное, главное вовремя остановиться. Понимаете, мы же, когда мы мастерами работаем, мы же не думаем о клиенте в этот момент. Мы чего думаем? Ой, куда я ушла? Вы мне хоть говорите, что это... Удовлетворить свои запросы. Нафигачить все декорации, которые я купила. Чтобы они не лежали. А то, что наши еще, ну как, клиенты, они же не любят, когда мы рисуем, некоторые не любят, короче, рисующих мастеров, или там мастеров, которые любят много дизайна. А нам же хочется прям на них оторваться. Заставить их полюбить это дело. Мы можем не остановиться. Это страшно, поверьте. Вообще, если вот клиенты ваши не против, вот экспериментируйте, вы все равно будете по ходу понимать, вот там я переборщила, вот там я сделаю. Еще фотографируйте обязательно, потом делайте анализ того, что вы сделали, да. И такой будет очень хороший у вас дальнейший опыт, да, самообразование, такой вы будете уже понимать, как сделать в следующий раз. В принципе, мастера мы всегда так и растем. Классно, да, под газонокосилку работает? Почему бы и нет? Итак, пересушиваем, просушиваем. Не успела, я хотела 5 дизайнов, но 4 тоже хорошо, в принципе, да. Напишите что-нибудь, пожалуйста. Тут есть люди, хотя бы кто есть. И сейчас. Наши. Стал опять голодушевским. Можно прорисовать только вот эти. Видите вообще, как ваша душа хочет. Привет-привет. Всем привет. Там, где уже почаще они начинаются, прямо вот так вот проводите. Просто в промежутке можно оставить эффект матового. Матовый эффект. И все, тут сушим 30 секунд. Дизайн готов. Прямо данный вид. Шарный кон. Теперь у нас гелографический. Сушим. Смотрим. Это тоже, в принципе, сложность. Это сложный дизайн, да. Блин, я в следующий раз вам покажу с замешиванием с жидким стеклом. С жидким камнем. Каким стеклом? С жидким камнем. Очень красиво тоже смотрится. Прям бомба. Вот. Но это еще дольше. Получается еще дольше. Но. Потому что не поймите. И вот еще один вариант дизайна. Шикарно. Спасибо большое. Спасибо, мои дорогие и любимые. Вот такая красота у нас получается. В принципе, мы использовали некоторые варианты декораций. Хотелось бы больше. Но вот этот и вот этот дизайн, вот этот и вот этот делается долго. Поэтому уходит на него очень много времени. Но давайте по отдельности покажу вам. Видите, тоже, да, вот этот эффект. Классный такой. И я сохраняю эфир. Можете пересмотреть. Фейс показывать не буду. Все люблю. Обнимаю. Приходите чаще на эфиры. Побольше человек, если это возможно. Мне тогда будет еще приятнее работать. Вот. А так, в принципе, я думаю, очень красивый дизайн, очень красивые варианты. В следующий раз мы будем тоже работать, скорее всего, с дизайнами. И покажу вам еще какие-то интересные моменты. Может, более легкие дизайны, которые делаются еще быстрее. И мы сможем сделать чуть-чуть больше типс. Все. Всем пока-пока. Рада вас видеть. Еще раз. Еще раз. Давайте покажу вам все-таки коллекцию. Эмпасты. Клодку натур. И декорации. Последние декорации. Зайдете в интернет-магазин. Там прям новинки. Есть вкладка новинки. Там вы и эмпасту найдете, и все декорации новенькие найдете. Все. Всем пока-пока. Сейчас вот так я сделаю, чтобы красиво уйти.